На ремонт износившихся и строительство новых дорог в России в 2017 году из федерального бюджета было выделено почти 500 миллиардов рублей. Основную часть потратили на федеральные трассы. Еще более 30 миллиардов пошло на ремонт дорог в регионах. Средства распределили с учетом численности населения. Рязанская и Владимирская области оказались очень похожи. Их население около 1 миллиона 300 тысяч человек. Поэтому финансирование на ремонт дорог из федерального бюджета выделили одинаковое. Однако территория нашей области в полтора раза протяженнее, чем Владимирской. А значит и дорожного полотна у нас в два раза больше. В связи с этим администрация города пошла на ужесточение контроля за ремонтом дорог и требует пятилетней гарантии от подрядчиков. Сейчас дорога не может быть принята, пока она не предоставит данные лабораторных испытаний. При этом не только в лаборатории «Газпромнефть», где мы сейчас находимся, а также в лаборатории Министерства транспорта автомобильных дорог Рязанской области, где показывается соответствие зернового состава заявленному, подтверждается наличие полимер-вяжущих элементов и, соответственно, ее плотность. Крен – это небольшой кусочек асфальта, вырезанный непосредственно из готовой дороги. Наш образец взяли 17 августа с улицы Советской армии, где недавно подошла к концу переделка дорожного полотна. После первого ремонта асфальт на улице не соответствовал заявленным техническим характеристикам. В следующем году мы могли бы получить уже разрушение на данном участке, пришлось бы возиться с гарантией, приглашать подрядчика. Лучше сразу в процессе работы мы этот вопрос подкорректировали. С обновленной дороги вновь взяли пробы. Испытания проводятся в научно-исследовательском центре «Газпромнефть» битумные материалы на базе рязанского актива компании. Их лаборатория стала лучшей по комплектации оборудования и квалификации персонала на территории России. Она сотрудничает со множеством областей. Среди них Камчатка, Сахалин, Омск, Центральный федеральный округ и, конечно, Рязань. Отобранные керны с покрытием мы расплавляем в сушильном шкафу при температуре 175 градусов и получаем на выходе уже асфальтобетонную смесь в разуплотненном состоянии. Далее смесь остывает при комнатной температуре до 60 градусов и помещается в асфальтоанализатор. Весь процесс автоматизирован полностью, то есть участие оператора, инженера, лаборанта здесь минимально. И человеческий фактор, который может повлиять на какие-то ошибки, он совершенно исключен. Проверка качества асфальта похожа на составление рецепта. По готовому продукту нужно понять исходные компоненты и их соотношение. Путем промывки смесь делят на составляющие – минеральный материал и вяжущий компонент. Каждый из них будет тестироваться отдельно. Крупные породы просеивают на ситах, отделяя песок от щебня. Это основа рецепта. Скреплять его должен полимерно-битумный вяжущий. Наличие его частиц проверяют с помощью электронного микроскопа. Они должны быть мелкими, очень такими, однородно расположенным по всему экрану, как бы по всей картинке. Сплошность должна быть достаточно такая густая. Это идеальная структура полимерно-битумного вяжущего. Новое полотно на улицах Молодцова и Советской Армии соответствует установленным стандартам. Полный цикл проверки занял 10 часов непрерывной работы. А документы подрядчик сможет получить в течение двух дней. Без подобной проверки сейчас в Рязани не может быть принята в эксплуатацию ни одна дорога региона. Результат для жителей будет очевиден. Я надеюсь, в года, в ближайшие 4-5 лет, с теми дорогами, которые делаются в этом году, мы не должны наблюдать каких-либо проблем. На местах контролируют качество покрытия сразу три организации. Это управление благоустройством города, специалисты дирекции по благоустройству города, а также приезжают федеральные эксперты. Если они обнаруживают дефекты, то подрядчик должен будет устранить их за свой счет. Поэтому администрация города работает только с крупными организациями, способными нести ответственность за свою работу. Одним из них стала группа компаний «Велком». Улицу Вторую линию они построили в 2010 году. Для изготовления верхнего слоя здесь впервые в Рязани был применен асфальт шима. Он особо устойчив к истиранию за счет большой доли содержания высококачественного щебня – гранита. На ней сейчас только возникают первые следы разрушения верхнего слоя. Это семилетний срок. И небольшими ремонтными усилиями можно продлить срок эксплуатации еще на 3-5 лет минимум. Таким образом, верхний слой покрытия прослужит 12 лет, вплоть до следующего капитального ремонта. Участок дороги от перекрестка второй линии до улицы Дзержинского был отремонтирован компанией в 2013 году. А от второй линии к манежу «Юность» дорогу в 2015-м сделал другой подрядчик. Разница видна невооруженным глазом. Это оказалось возможно благодаря использованию в асфальтобетонной смеси двух видов добавок, привезенных из Германии. Их порекомендовал технолог компании Фридрих Мюллер. Немцы используют их при ремонте всех видов дорог. Одна добавка делает битум лучше, и вторая добавка делает битум одинаково, как полимерный битум. Эластический и лучше для зимы, и лучше для времени, лучше сабильнее. Прижилась новая технология и на Рязанской земле. Она зарекомендовала себя при строительстве северного обхода – участка дороги от путепровода до путепровода. За четыре года здесь не обнаружено признаков ускоренного старения асфальта. Эту же технологию применят и на других нагруженных трассах города. Начали выполнять ремонт дороги по улице Кубежской шоссе. И там вот эти два вида добавок также будут применены при изготовлении асфальта. Традиционный ремонт дороги будет проходить преимущественно в ночное время суток, чтобы не мешать движению транспорта и не создавать дискомфорта для жителей города. А благодаря высоким требованиям к качеству работ и используемых материалов, граждане могут быть уверены, что повторный ремонт на этом участке пройдет лишь через десяток лет.